Все готово во дворце спорта ЦСКА, в ледовом дворце спорта ЦСКА К началу матча между московским Динамо и московским клубом ЦСКА Когда-то эта ледовая арена была родной и для той, и для другой команды До того времени, пока московские динамовцы не выбрали местом проведения своих домашних матчей Малую спортивную арену Но исторически здесь они базировались, обе эти команды Не только, наверное, это в первую очередь должно привлечь сегодня болельщиков на трибуны И я смотрю, очень много зрителей практически, ну вот какие-то еле заметные проплешины остаются еще Но думается, что зрители еще идут, идут и сегодня 100% здесь будет аншлаг В ожидании очень интересной игры, не только вы, дорогие друзья, но и мы, ваши комментаторы Виталий Прохоров и Григорий Квалтвадзе Добрый вечер, уважаемые телезрители Добрый вечер, Григорий Ну что, сегодня надеемся посмотреть быстрый хоккей Трибуны полные Остается ждать Команды в боевых настроениях С учетом того, что обе команды, в общем-то, довольно удачно провели последние встречи Первый бросок поворотом, это Олег Кваша бросал Ну, если мы с вами вспомним, уважаемые телезрители То первые две встречи прошли в очень интересной борьбе Я имею ввиду, в этом году в первом круге армейцы В очень тяжелом противостоянии, но одержали все-таки победу в овертайме Во втором круге динамовцы ответили не менее достойно Три-один Куляш! Какой бросок сейчас был поворотом Решительно, решительно армейцы, хозяева площадки пошли вперед И вот в течение одной смены провели два броска Две очень неплохие комбинации Ну, динамовцы, я бы не сказал, что были прижаты к своим воротам Но пока белоголубые какой-то особой активности не проявляют Ну, еще времени-то прошло всего ничего Минуты еще не прошло Ну, как вы уже, наверное, упоминали, что ЦСКА сейчас нужно выигрывать Чем больше, тем лучше, потому что они борются за выход в восьмерку А Динамо, Динамо лидирует в этом чемпионате пока 89 очков, напомним, в активе московских динамовцев То, что называется безоговорочная лидерская позиция А вот то, что касается армейцев С 63 очками Они в прошлом туре вошли в восьмерку Ну, вот и динамовцы первый бросок поворотом Фомичева провели Это Афиногенов бросал Максим поворотом И первое удаление у нас за задержку показывает Карабанов Сергей Карабанов, да, главный арбитр сегодняшней встречи Белов удаляется, 77 номер Антон Белов, молодой парень, 86 года рождения Но с нервами, видать, не совладал Помогают Сергею Карабанову Павел Макаров и Сергей Шелянин Вся бригада арбитров из Москвы Армейцы, я закончу свою мысль Сейчас давайте посмотрим атаку, которую начинал Николай Пронин Это Фролов был, вот Фролов и Кудашов сейчас на площадке А, это Фролов был, прошу прощения Динамовцы, ох какой момент был сейчас у Шекройчука Но все в этом моменте сделал Харитонов Хорошие паузы, увидел свободного Шекройчука И не попал, конечно, попал по воротам, но не попал в ворот Мне показалось, что там шайба угодила в крюк Давайте посмотрим еще раз этот момент Вот передача, да Шайба попала в клюшку армейского защитника Помечев на месте Ну так вот, все-таки я закончу свою мысль о том, что армейцам Лишь только благодаря не совсем удачной игре нефтехимика в прошлом туре И довольно удачной игре против магнитки Когда ЦСКА, опять-таки, в чрезвычайно интересном поединке В овертайме вырвал победу у магнитогорцев Вот эти вот два очка позволили армейцам набрать 63 И закрепиться на восьмой позиции Авангард занимает седьмое место Динамо на первом, на втором Лада А в серединке расположились довольно компактно Акбар, Локомотив и Северсталь с Авангардом Ну, об Авангарде мы уже сказали У Авангарда на одно очко получается сейчас больше, чем у ЦСКА Так что здесь, вот в нижней части таблицы Чрезвычайно, ну, в нижней части первой восьмерки Чрезвычайно интересная складывается ситуация Еще далеко не все потеряно у того же нефтехимика Может быть, чуть посложнее ситуация у армейцев Санкт-Петербурга Время от времени они входили в эту восьмерку Выходили из нее, покидали пределы заветного списка Но вот сейчас что-то не все ладится у питерцев У подопечных Бориса Петровича Михайлова И, естественно, этим не применули воспользоваться и в московские одноклубники Которые тоже, кстати говоря, неоднократно совершали ваяж туда и обратно Из первой во вторую восьмерку Воробьев бросал поворотом А прекрасную передачу ему Датсук сделал Марков Бол! Маркову бросать нельзя давать ни с какой позиции У 25-го номера динамовцев великолепно поставленный бросок Что он сейчас и продемонстрировал Ну, на мой взгляд, да, вот, конечно, бросать умеет, забивать умеет Но сейчас, мне кажется, был рикошет от клюшки нападающего, наверное, вот смотрим Да, вот в клюшечку попадает и меняет направление и прям в верхний угол влетает Точно в клюшку Сопрыкину, по-моему, шайба попала Но винить-то игрока ЦСКА в этой ситуации никоим образом нельзя Вот так армейцы поплатились за удаление В меньшинство динамовцы разыграли очень здорово Никулин с шайбой Сегодня один Никулин на площадке Я имею в виду в составе московских армейцев Александра Никулина Илья Никулин, его однофамилец Шестой номер московского «Динамо» сегодня не играет Вообще в составе динамовцев нет большого числа хоккеистов Которые выходили на лед в течение этого чемпионата Я имею в виду и Александра Савченкова И того же Илью Никулина И Альберта Вишнякова нет И Александра Степанова И Дениса Карцева И самая большая потеря, наверное, для динамовцев на сегодняшний момент Это Александр Овечкин, погребивший плечо на молодежном чемпионате мира И вот отсутствие Павла Россы, лучшего бомбардира нашего чемпионата У армейцев по сравнению с предыдущим матчем Несколько тоже изменился состав Появился вот Александр Никулин Появился Евгений Наместников И появился капитан команды Николай Пронин Девятый номер, который в прошлую встречу не играл Да, и вот такое приятное для динамовских поклонников событие То, что российское гражданство получил Вадим Шахрайчук То есть одним легионерам стало меньше То есть Динамо появился шанс взять еще одного легионера, да? Я не думаю У динамовцев, по-моему, и так достаточно большая скамейка Где томятся На мой взгляд, самое время Да, томятся в ожидании весьма и весьма грамотные И хорошо технически оснащенные хоккеисты Многих из которых, может быть, я думаю, желал бы Иметь в своем составе любой клуб в российской суперлиге Особенно если с локаутом дело действительно завершится Может быть, уже многие клубы сделали предложение динамовцев Пока трудно сказать Вот Николай Пронин сейчас с Вышиткевичем С Вышиткевичем он вел борьбу Но Сергею удалось в конечном итоге при помощи своих партнеров выбросить шайбу из зоны Несмотря на то, что ЦСКА начал активно вести эту встречу Вот потихоньку, на мой взгляд, динамовцы перехватывают инициативу Уже забросили шайбу И потихоньку, вот если вот сейчас ЦСКА что-то не придумает И перехватит руки свои ацетивы Будет тяжело, наверное, в первом периоде вообще в игре бороться с динамовым Датсук проиграл в брасывании Андрею Николишину Окей, да? Сопрыкин Сопрыкин очень продуктивно и плодотворно Я бы даже сказал, с каким-то вдохновением проводил предыдущую встречу против Магнитки И дело даже не в том, что он отметился голом, очень важным голом Фактически перевел игру в овертайм Но... Ваша с шайбой! На месте, на месте Александра Еременко Да, мы забыли сказать о том, что и Виталий Еремеев в составе динамовцев отсутствует Татсук! Глава! Павел Татсук воспользовался самым настоящим провалом Проходным двором в обороне армейцев И вколотил шайбу в верхний угол ворота Александра Фомичева Ну, очень хорошую передачу сделал Чупин Также получил ее, но не хватило, то, что не хватило скорости выйти один на один Улитка Вот, посмотрите Перекладывает ее на удобную руку Коротким таким кистевым броском, даже щелчком посылает ее мимо вратаря Ну что ж, 2-0 Осложнилась, осложнилась ситуация для армейцев Ну, а динамовцы, вы знаете, я что-то не припомню Случаи в нашем чемпионате, в этом сезоне, по крайней мере, чтобы динамовцы Так быстро начинали и чтобы потом Упускали Свою возможность выиграть Упускали победу Сейчас очень серьезная Предстоит армейцам борьба Так быстро Буквально 6-0-3 на табло горело И продолжает гореть, когда забрасывалась шайба Вторая уже Бравурное, бравурное начало, ничего не могу сказать Армейцам не удалось совершить то, что умели делать их предшественники Сегодня подняли, вот мы говорили перед игрой, что сегодня будут поднимать здесь стяг, вымпел Именной вымпел Анатолия Ионова Знаменитого нападающего ЦСКА Вот это тройка нападения Мишаков, Ионов, Моисеев Умело так физически подавить Любого соперника Так нагрузить, да Но тогда, правда, и защитники были немножечко другие Есть проблема у сегодняшнего поколения армейцев С защитными порядками Есть Вы знаете, тема отличалась в ЦСКА тех времен Еще, как называли, красные машины Это 10-15 минут Психическая атака Если команду выдерживали То игра переходила уже в более спокойное русло Если нет, то, естественно, уже конкретный был проигрыш Заведомо проигрывала команда Потому что, на самом деле, все четыре звена Все, ну, три в то время, в три в то время звена играла Потом в четыре во время Тихонова Ну, были равные фактически Было два лидера таких конкретных Остальные под стать лидером И, естественно, другим командам было тяжело Сдерживать эту психическую атаку Ну, вот динамовцы сейчас фактически армейским оружием Времена меняются Времена меняются армейским оружием Дважды попили хозяев Упер с шайбой Долго-долго держит Дмитрий шайбу И в результате потерял Каритонов Оставляет под бросок К Шахрайчуку И у него есть хотя бы мгновенный какой-то временной зазор Он очень умело этим зазором может воспользоваться Ну, что, теперь удаление составит динамовцев Да, открывается калитка на стороне динамо Трощинский Трощинский, капитан динамовцев в восьмой номер Отправляется за задержку За задержку Трощинский, соперник команды За задержку Трощинский, номер восьмой Гамарный динамов Гуляш Го! Владимир Мгновение динамовцев Для того, чтобы восстановить Ну, не восстановить А запросить ответ на шайбу Какой бросок у Кулеша получился Ну, и здесь, Григорий, здесь тоже, мне кажется, было немножко исправление полета шайбы Сейчас еще раз посмотрим на повторе Аналогичная ситуация Только здесь нападающий ложился под шайбу Трудно сказать Такой силой был запущен вообще Да Но дело не в этом Хороший бросок, хороший даже, не скажу, что какой-то был серьезный розыгрыш Да нет, конечно, не успели даже разыграть толком Просто сразу неприкрытому защитнику у Кулеша классный бросок Он демонстрировал это в этом сезоне неоднократно Никулин сейчас хорошую такую диагональ запускал на пятачок Ну, возрождается интрига Это уже хорошо Для всех для нас хорошо Интереснее будет игра Ну вот, совершенно, по-моему, ну, как бы это сказать Немотивированное удаление У армейцев Мартин Штрбак сейчас покинет площадку Не знаете Здесь под сводами дворца спорта ЦСКА Объявляют о том, как проходят параллельные матчи Я тоже могу вам об этом сказать Ну, завершилась встреча в Новосибирске Где локомотив в овертайме одержал победу Со счетом 3-2 Новокузнецкий Металлург выиграл Ох, какой сольный проход сейчас был Афиногенова Новокузнецкий Металлург обыграл Спартак С тем же результатом только в основное время Ну, вы поняли причину моей, причины паузы Молот Прикамье потерпел сокрушительное поражение от Магнитки 1-6 Результаты матчи, которые нам известны Ну, вот, насколько я знаю, они еще продолжаются Северсталь Авангард 1-1 Нефтехимик Лада 0-1 А вот Акбар Салават, там результат покрупнее 2-0 Как только мы будем получать какие-то сообщения Будем доводить до вашего сведения Как проходят матчи в других городах Игорь Мирнов Вход в зону через пропрос Свой подбежал, забрал шайбу Новокузнецкий Мирнов Покинул шайбу пределы площадки Игорь Мирнов на ваших экранах Молодой, очень талантливый, нападающий Ну, там еще вторая смена растет Там еще младший Мирнов подрастает Да, насколько я слышал, 89-го года брат И довольно-таки сильные позиции в этом году он занимает Да, многие специалисты, которые видели его игру Утверждают, что из этого парня будет толк Ну, не хуже будет старшего брата Дай-ка бог Марков с шайбой Хейда Сумел чем Нет, потерял контроль над шайбой И что, удаление В составе Динамо Да, Воробьев, по-моему Да, Владимир Воробьев за задержку Вот эта борьба с Хейдой закончилась тем, что Вынужден был Динамовец Вот тут то же самое, то, что называется немотивированное удаление Вот посмотрите, раз зацепил, второй зацепил Дождался все-таки, пока Хейда упадет Или неудачно, в принципе, упал Мог себе шейку-то сломать Как головой в борт В равных составах команды И более того, скоро у армейцев Через буквально две секунды появится Большинство Как удачно для армейцев сейчас все сложилось Был бы вроде пас, но прогрос И тут же выходит пятая полевая игра И тут же, естественно, звездок Пять на четыре Драссы в зоне Динамо Два праворуких защитника Нет, один леворукий, один праворукий Вот сейчас хорошая, может, ситуация Если Шайба выиграется на Наместникова И тот пошлет ее сразу в ворота Да, Вадим Хамитский в прошлой встрече С Магнитогорским Металлургом Неоднократно отмечался Своими выходами туда, ближе В линию атаки Как бы это под нападающих, что ли Вторым эшелоном таким действовал Оставляя очень часто Своего партнера одного На синей линии И была у него несколько раз Возможность, когда он мог Запросить шайбу У ворота Евгения Набокова Вот сейчас шайба попала, по-моему В спину армитра Да Но это не Сергей Карабанов Это, по-моему, был Павел Макаров Да, на противоположном фланге Он работает у противоположного борта А здесь Сергей Шелянин Под нашей комментаторской позицией Куляш Еще один бросок Да это действительно не бросок А просто выстрел какой-то Сумасшедшие силы Сумасшедшие силы Сумасшедшие силы Куляш Один раз уже послал Вот еще раз Посмотрите Только красную линию пересек Да, конечно Очень ценное приобретение было сделано Вот в лице этого парня В прошлом году армейцами Денис Куляш действительно Очень впечатляющий Время от времени Игру показывает Агиногенов 45 секунд будут играть втроем Динамовцы против пятерых армейцев А я знаете, на что хотел обратить внимание, Виталий? Против кого были нарушены правила? Посмотрите Опять против Хейби Что ж Этот защитник помогает армейцам Своими активными действиями Против нападающих То ли обнять Решил Максим Агиногенов Яна Кейду Что-то нашептать ему На ушко В результате получилось падение И вот сейчас Не просто Не просто будет Динамовцам Трощинский, Марков и Чупин Вышли у них обороняться И Куляш Опять очеркнул Вновь Ну посмотрите Что творит А это Денис Куляш Нет, ну здесь Ну здесь совершенно Курляш Курляш Но мне кажется Это было от Динамовского Защитника Шайба исправлена Ну давайте Еще раз посмотрим На повтор Но однако Этот парень сегодня Подготовился К игре Серьезно Это еще один раз Замах Да, ну тут такая Куча мала была Перед воротами Мне кажется Это вот Трощинского Попадает Шайба Вообще-то нет Трудно сказать Трудно сказать Невозможно определить Сейчас наверное Ну ладно Нет Куляш Куляш Что-то-то не было И еще какой интересный момент Посмотрите Виталий Мы с вами Сколько наблюдали Удалений в этом матче Четыре Четыре Шайб Сколько заброшено В большинстве Три Еще имеет преимущество В одного человека Сейчас еще продолжает Армейцы Иметь преимущество Вот мне кажется Сейчас надо было Еще раз оставить Все-таки Куляша Пока идет Пока идет У этого парня Бросок Прицел выставлен Не получилось сейчас У Алексея Кудашова Оставить Шайбу Под бросок Партнеру Для Алексея Кудашова Тоже в какой-то степени Принципиальный матч Хотя многие игроки Которые переходят Из одной команды В другую Говорят о том Что да нет Но это вот игра Против моей команды Это Обыкновенный матч Такой же рядовой Как и все Ко всем мы готовимся Серьезно Но Мы это болельщики Знаем Что это не так Точнее Что готовиться Ко всем матчам Как положено Это да А вот то Что особого настроя Нет Наверняка Конечно И у Алексея Кудашова По ходу нашего чемпионата Если подобная ситуация возникнет Это динамовцы будут ввести 2-0 Буду уже иметь ввиду Что один раз Да Осторожнее Да Динамовцы Вели 2-0 И проиграли 2-3 Дома Так Ну это было Давайте сейчас посмотрим Что у нас будет происходить На поле Пока 2-2 И как говорится Все начинается с нуля С чистого листа Вот что теперь будут писать На этом чистом листе Обе команды Нам с вами предстоит наблюдать Хорошая игра По крайней мере Вот Пока то что мы видим Действительно Доставляет удовольствие Белов с шайбой Не совсем удачно Отражал шайбу Ерёбинка Не даёт Листок Карабанов И правильно делает Продолжается игра Никитенко Белов Мазякин Оставляет шайбу Никулину Успел вернуть Штрубак шайбу Ай-яй-яй Какой момент был У Мазякина Но там Бульин Прессинговал его Вот каким действием Перешли армейцы Вы посмотрите Шайба уже наверное Больше минуты Не покидает зону Динамовцев Мазякин А команда Играют в равных составах Хороший-хороший отрезок Проводит эта пятёрка ЦСКА Вот сейчас только шайба Усилиями Романова По-моему Константина Романова Да, была выведена За уши Вытащена просто Из зоны динамовцев Действительно очень Интересный отрезок Провели армейцы А сейчас динамовцы Могли ответить Немеги достойно Вновь поднята вверх рука И сейчас откроется Опять динамовская калитка Что опять Афиногенов? Нет, 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 нет Это по-моему Артём Чубаров Отправляется отдыхать Вот посмотрите Вот за эту задержку Ну, честно скажу Вот давайте посмотрим Ну что, ну была здесь Была обычная такая физическая борьба Ну, на ногах не устоял Защитник Не знаю, если каждый раз Когда игроки Не в состоянии Устоять на ногах В хоккее Отправлять На скамеечку Оштрафованных игроков Которые находятся рядом Ну, это же не баскетбол, ребят Это всё-таки Контактный вид спорта Точно так же, как И армеец упал И у Чубарова была Возможность упасть Ну, не знаю Ладно Сергей Караманов Так решил Пусть так и будет Упер Базякин Тонкий пас такой На ход вперёд Наместников Коварный был Даже не бросок Он на проскуда Ну, вы знаете Сколько вот сейчас было моментов Когда мы видели Что атакуют защитники И вслед за этим Идёт опасный момент И три шайбы заброшены После того, как защитники С дальней дистанции Бросали поворотом Да, Марков и дважды Куляш Николишин Вот ещё один Человек особо мотивированный Против Динамо Хейда Щупин там ведёт Отчаянную борьбу Николишин Чупин Здорово сейчас Разобрался Ситуацией Вообще Динамовцы Очень грамотно Действовали В зоне армейцев В то время Пока один Прессинговал Армейского игрока Второй Подбирал шайбу Но вот сейчас Не на ходу был Олег Забрыкин На мой взгляд Тоже Бесполезная была передача Четверо игроков Были в зоне Армейцев Имею ввиду Четверо армейских нападающих Вот сейчас Удаление у нас Кваша За блокировку За неправильную атаку И лишь один Смотрим Да Ну вот Здесь хотя бы движение было Руками вперёд Здесь Олег Кваша Нарушил правила Это было видно Пытался сыграть Силовой приём Но Ерофеев с шайбой Штурбак Ерофеев Вновь Штурбак Армейские защитники Затеяли тут Перепасовку В своей зоне Передача была В расчёте на то Что Фролов Успеет К шайбе Вышиткевич Вышел из-за ворот И делает пас на Мирнова Набирает скорость Мирнов Пытается уйти от Ерофеева Но Не так-то просто У Ерофеева нет такой скорости Но тем не менее Фролов Этот будет бросать В любой позиции С неудобной руки Сейчас бросал Александр Фролов Мирнов Шахрайчук Харитонов Ждал Ждал передачи Под бросок А Шахрайчук решил сам Кудашо И поехал на смену Алексеев Бросил шайбу в зону Но пока армейцам Нужно выдержать Ещё 45 секунд Чубаров Индивидуально Вошёл в зону Чубаров Но недолго Динамовцы были с шайбой Денис Куляш Проброс Всё просто Но всё очень верно Сопрыкин Николишин И Андрей Николишин Действует Спокойно Рассудительно И самое главное С выигрышем во времени Для своей команды Здорово армейцы По-моему Вот эти 45 секунд Отыграли Согласитесь Виталий Да На самом деле Динамовцы Так и не сумели Ничего создать Уже и так Наверное много В этом периоде Было создано Три шайбы в большинстве Хотя Много имелось Возможностей У той и другой команды Всё дорогие друзья Быстро пролетел Первый период Быстро значит интересно 2-2 на табло Николишин и Дацук На точке вбрасывания Ерёменко оставил шайбу Своему защитнику Это Марков Сопрыкин Нет Динамовцы на красной линии Перехватили шайбу Чупин Воробьё Куляш Упал Денис Куляш Но там Янхейда Оказался рядом Николишин Несколько потерь Шайбы Команды такие Подарки друг другу Маленькие устраивают В основном Это в средней зоне Поэтому не страшно Ни для той Ни для другой команды Выбросили сейчас Армейцы шайбу Из своей зоны И поехали меняться Никитенко Мазякин Никулин Появилось у армейцев Звено Динамовцы Между тем Залезли в положение Вне игры Это Евсеев 40-й номер Молодой хоккеист 84-го года рождения Ну а это еще более молодой 28-й номер 28-й номер Константин Романов Рылов Яков Рылов Воспитанник Кирово-Чепецкой Олимпии 36-й номер Динамовцев Сейчас молодежный Такой состав У белоголубых Мартин Штрабак Сергей Мазякин Вбросил шайбу В зону Еременко И Александр Прижал шайбу Ко льду И у армейцев Кудашов с партнерами Попала шайба Сейчас в Александра Фролова И отскочила к Кудашову Фролов Хороший бросок Он правильно выбрал позицию Юлианенко Фактически в центр Живот ему попала шайба В принципе темой опасен нападающий При любой возможности В зоне соперника Она посылается сразу в ворота Для Фролова это вообще По-моему фирменный стиль игры Александр Мы отмечали в первом периоде Бросает с любой позиции То есть Для него не заканчивается атака Если он не бросил по воротам Это не Фролов значит Да, то есть если он не бросил шайбу Да, да, да Надо смотреть на другую фамилию Владислав Бульин с шайбой Смотрит динамовский защитник Кому сделать передачу И делает ее на Афиногенова В своем фирменном стиле Сейчас Максим Афиногенов Вошел в зону Оставил шайбу Чубарову А тому сложно было уже Грамотно распорядиться Ею дальше И армейцы перехватили ее Уцаев Не столько был бросок Наверное Сколько Передача Фролов С неудобной руки Передача туда На партнера В центральную зону Но динамовцы с честью Выходят из этого положения Не видел сейчас шайбу Любаш Бартечко Ритона И тоже это был не бросок Это была передача Скорее всего Навадима Шокройчука Это что-то тут Плюшка так Разлетелась на две части Николай Броня Ваша атака была Здорово сыграл Еременко Конечно в этой ситуации И атака армейцев Получилась Легкой такой Ковалевийской Смена составов Николишин Ну и естественно Сейчас Дацук подъедет На точку вбрасывания Так оно и есть Успел Успел Кваша увидеть Где шайба Иначе там Довольно неприятная ситуация Могла возникнуть При входе в зону Для ЦСКА Сопрыкин Вновь клюшки Клюшки ломаются Что-то сегодня Во втором периоде То ли подменили клюшки То ли Вот такой момент Казалось бы у Маркова Сломалась клюшка Он потерял преимущество в этом Но хорошо сыграл С силовым приемом Корпусом Оттеснил соперника И не дал ему Обыграть себя Этим и ценен защитник Не только с клюшкой работает Но и корпусом умело работает Может быть я нападающий Не увидел что у него клюшка слабая Как бы похитрее действовал В этот момент Не, ну Андрей Марков Действительно нельзя Не отдать ему должное Это высоко классный защитник Который Умеет находить Выход из самых сложных ситуаций И вот сейчас была Как раз одна из таких Да, вспомнил Какой он выход нашел В матче с Металургом Но это Это хрестоматия уже Это хрестоматия Еврокубок Да Бедолага Тартунов Наверное будет Эту шайбу помнить Всю жизнь Да, если бы еще в тот момент Проиграла команда Она бы запомнилась Ну как бы то ни было Никитенко С острова угла бросал Армейские нападающие Но Александра Еременко на месте Вячеслав Быков на ваших экранах Еще раз смотрим Никитенко бросает с острова угла Но чуть-чуть выкопился из ворот Чуть-чуть буквально Александра Еременко Чубарова Удалил Сергей Шелянин С точки вбрасывания Ух, какой мощный бросок был Баландина Покинула шайбы пределы площадки И вбрасывание с той точки Откуда Михаил бросал поворотом Еще одна попытка Баландина Поразить цель Возвращается третий номер армейцев В свою зону Подбирает шайбу Кудашов Хорошая передача на Жердева Жердев Пролов Немножечко потерял сейчас Александр шайбу из виду А там Ерофеев не смог закрыть зону Нет проброса И Фомичев оставляет шайбу Своему защитнику Это как раз Ерофеев Жердев Здорово Красиво, красиво, ничего не скажешь И панк был изумительный Вот не хватило какого-то везения Фролову замкнуть штангу Вот смотрим этот момент Как изящно действовал Николай Жердев На мой взгляд это не было передачи А вот это был бросок Но тут же оказался Фролов Да не это была передача Не дали бросить Я бы так сказал Не дали бросить А вот это совершился Счет 3-1 Передим Авангард Авангард ведет со счетом 3-1 Уже в матче против Северстали Буцаев выбросил шайбу из зоны А Акбарс уже ведет со счетом 5-0 Против Салавата У нас пока 2-2 И очень интересная игра А вот вы знаете Вот какое изменение Вот наверное чему было посвящено совещание Перед этим Перед началом второго периода Когда Николишин и Трощинский Выясняли что-то с арбитром Сейчас давайте посмотрим Эту атаку Буцаев бросал поворотом Поменяли Поменяли у нас автора Заброшенные шайбы на табло Записали Олега Сопрыкина Автором первого гола Мне кажется это все-таки второй гол был Сопрыкин это второй гол В центре поля Потому что если я Насколько я помню Когда бросал Куляш Первую шайбу забрасывал Там никого не было Лишь падал Воробьев под шайбу И шайба вроде от него отскочила А вот вторая шайба Когда мы говорили Что изменила все-таки она направление Это была вторая шайба Судьи немножко ошиблись Ну может быть Может быть В конечном итоге И будут Будут еще изменения у нас на табло Как бы то ни было Любители статистики разберутся Докопаются до истины На девятой минуте Или на тринадцатой Олег Сопрыкин подправлял Полет шайбы Трощинский не дал возможности Сейчас Олегу Кваше Прорваться к воротам Ну к воротам-то он прорвался Но до шайбы уже не дотянулся Она была плотно прижата ко льду Александром Еременко Смена составов Пятерка Тройка Никитенко вышла Никулин и Мазякин у армейцев Штрабак и Белов в защите Какой опасный бросок сейчас был Мартина Штрабака Не видел по-моему Первоначальной фазы полета шайбы Александра Еременко Там очень много народу было перед ним Евсееву не удалось выбросить шайбу из зоны Скопинцев Вот только сейчас Опытный защитник Динамовцев Смог это сделать Штрабак Перехват шайбы Динамовцами На красной линии Белов Продолжает Белов вести борьбу за шайбу И удаление Против Антона Белова были нарушены правила Что-то сегодня не везет армейским защитникам Или везет Два ты против Хейдеса Один раз против Белова Яков Рылов Реально помогают команде сегодня Сверхники не подели шайбу Но Яков Рылов чуть постарше Да, если вспомнить, что Две получается теперь Да, две шайбы забросили защитники Марков остался с шайбой И выбросил ее из зоны Там Чупин Ерофеев Держит пока шайбу армейский защитник Оставляет ее Жердеву Жердев от красной линии бросает В расчете на то, что сам успеет на это добивание Оригинальное решение было Фролов Просил шайбу Кудашов себе на ход Фролов другое решение Избрал вот только сейчас Шайба от Кудашова пришла к Хейде И вновь у динамовцев ломается клюшка Это у Доцука Вот сейчас Тяжело придется Гостям, потому что Павел Доцук без клюшки Жердев Хороший перевод Жердев И Николишин по-теннисному не смог попасть Затянул Чуть-чуть затянул Ерофеев с этой передачей Молодец Доцук Вы посмотрите Заставил Заставил выйти Жердева из зоны Без клюшки действуя Хейда Казалось, к челюшке сломалось в одном отрезке Чубаров Чупин Динамовцы в зоне Щедила Как хорошо сыграл Чупин сейчас Показал, что будет отдавать туда вот Где вся борьба на пятачок И невидимым движением оставил шайбу защитнику Но силовой прием примененный против вратаря Да, это Артем Чубаров, по-моему, там Да Смотрим с вами повтор момента Когда, вот посмотрите, Доцук Как умело он Да, вытолкнул одним движением По рукам Вот сейчас бросает Ну, вот здесь Не намеренный был Такой вот силовой прием Ну, я думаю, что здесь и наместников Помог, конечно, динамовцу Упасть на галкипера Армейцев Ну, как бы то ни было Очень динамичный момент Очень красивый Сергей Карабанов Что-то объяснил Недовольным динамовцам Недовольным армейцам Наверное, динамовцы интересовались Почему был свисток Так как толкали Динамовского Да, вполне допускаю Мне, правда, показалось, что свисток Раздался немного несвоевременно Потому что потерял арбитр Шайбу из виду И не видел Зафиксировал ее Фомичев или нет Вот только этим могу объяснить Хейда Оставляет шайбу Николишин Сопрыкину Еще и по шлему получил Под бульина Олег Сопрыкин Динамовцы уже в полном составе Кваша на ваших экранах 78-й номер Воспитанник армейской Знаменитой армейской школы Олег Кваша Начинал, правда, этот сезон За Северсталь Еще один выстрел Дениса Кулеша Воробьев Харитонов не успел Подключиться к этой атаке И положение вне игры Зафиксировали арбитры Олег Кваша Вышиткевич Харитонов Опасно очень сейчас действовал По-моему там Александр Харитонов Высоко поднятой клюшкой Мазякин оставляет шайбу Партнеру Это Никитенко Тому сложно было Обыграть Вышиткевича И Шахрычука Предпочел Шайбу отправить в зону А там никого из его партнеров Только динамовцы И динамовцы Отличают неточной передачей Штрабак Белов Никитенко Мазякин Что будет делать Еременко Еременко играет с Вышиткевичем Армейцы овладели шайбой Никулин Передачу делал Как бы по интуиции На партнера А там Александр Харитонов Подстерегал эту шайбу Мазякин Выкарабкался Просто выдрался Из этих Жестких динамовских объятий Сергей Мазякин Буцаев Оставляет шайбу Продину И браво Еременко В самый угол Летела шайба На очень неприятный Для голкипера высоте Апиногенов Щедилову по просову И то самое Сейчас Поможно сказать В адрес Александра Фомичева Быстрый отрезок Такой Туда-сюда Называется Куляж В углу площадки Тут идет Активная борьба За шайбу Но Бульин и Пронин Николай Пронин Не стали выяснять отношения Но Николай Пронин Вообще мало кому уступит По-моему В желании побороться за шайбу С учетом того Что этот парень Несмотря на свой Казалось бы Такой негабаритный вид Выжимает 180 килограммов Штангу Жердев Марков отправляет шайбу На Воробьева И динамовская атака Разворачивается Воробьев Датсук 3-2 Красивая атака была сейчас Просто здорово Сыграли динамовцы Ничего не скажешь Хорошо разыграли между собой Воробьев и Датсук Эту шайбу И Последний Забивает сегодня Второй гол Да Павел Датсук Действительно Большой мастер Ничего не скажешь Посмотрите Но и передача Воробьева Хороша была Ну вот На коротке Они приходят зону Сыграли Датсук освободился От защитников И вовремя ему Сделал конечно Передачу Воробьев Вовремя Разрез клюшек Динамовцы вышли вперед И несется с трибун ЦСКА ЦСКА Вот сейчас Армейцам нужна Поддержка А между тем Они по-моему Остаются сейчас В меньшинстве Да Так оно и есть Олег Кваша Не совладал с нервами За задержку За задержку Олег Кваша Отправляется отдыхать То что называется Не вовремя Ну вот Есть у нас Результаты Лада Нефтехимик Там уже 0-4 Нефтехимик Лада Да А вот то Что касается Матча Акбар Целоват Ну никакого Уважения К своим Башкирским Соседям Не проявляют Хоккеисты Акбарса И выносят их Со счетом Уже 6-0 Акбарс Акбарс Потерпел поражение В прошлом матче От Кстати говоря Того же Нефтехимика И очень опасный Момент Сейчас был У ворот Фомичева Так что Акбарсу Нужно Реабилитироваться Перед глазами Своих болельщиков Атаковался Тот же Дацук Упер и Шахрайчук На точке Вбрасывания Динамовец Вышел победителем Ореховский Не точно Не точно Сейчас сыграл Ореховский Шайба вышла Из зоны Динамовцам Надо начинать Атаку Входить в зону Шахрайчук Мирнов И Вышиткевич Не точная передача Буцаев Перехватывает Шайбу Хорошо Собрал Лупер Оставил Опять Движение Он показал Что будет бросать Защитник Этому поверил Буцаев остался Один на один С вратарем Вроде и Переложил На удобную руку Единственный Кто не поверил Это был Александр Еременко Ждал он передачу И ждал Что будет Буцаев С вратарем Буцаев Если бы Какое-то движение Сделал В противоположную Сторону Буцаев Мог забить Мог бы забить Мог Но голкипер По-моему Был готов К любым Так сказать Изменениям Ситуации В этот момент 0-5 Уже в матче Нефтехимик Лада Не попал Сейчас Максим Ахиногенов По воротам Напомню вам У динамовцев Численное преимущество Они пытаются Пытаются Разыграть лишнего Бульин Чубаров Ерофеев Против него И Фролов Фролов Оградывает Щедилова Но все-таки Щедилов Успел Исправить Свою ошибку Бортечка Армейцы Уже в полном составе Баландин Вновь Фролов Действует Здорово Фролов И кваша Ну что Фролов Сейчас Обязан был Делать передачу К вашей раньше Или все-таки Пораньше Вот уже позже Уже бросок Ну что он и сделал Ну пораньше Мне кажется Из-под защитника Защитник перекрывал И видимость Для вратаря Ну как здорово Вот в паре этих моментов Сыграл Фролов А здесь шайба попала Попала В ногу Динамовскому Игроку Это по-моему Алексей Чупин Успел вернуться В оборону Накрывает шайбу Фомичев Не использовали Армейцы Два выхода В два в один Тем самым Не сравняли счет В этом матче Терещенко Выиграл Вбрасывание Нет Там Штрубак Не нарушал правила Мазякин Хорошая передача На Никитенко Все правильно делал Да Никитенко Никого не было Надо было посмотреть Сначала Вроде бы должен был Бежать Третий нападающий Но Динамовцы Быстрее бежали Назад Чем вперед Нападающий СССР Кваша Сопрыкин Николишин И Дацук Чупин Воробьев У динамовцев Вышли В нападение У армейцев Хейда Куляш У динамовцев Трощинский Марков Не стал Сейчас быстро Начинать атаку Вроде бы И время было Сразу шайбу Опустить вниз И начать атаку У динамовцев Но Еременко Посчитал Что лучше Придержать ее Вновь Николишин И Дацук Борются за шайбу На этот раз Армеец Вышел победителем Сопрыкин Какой бросок Был И кваша Там добивал Николишин Не выходит шайба Из зоны Динамовцев Вот только сейчас Алексей Чупин Дацук Подбросок Воробьеву Решил Отблагодарить Хорошим пасом На этот раз Павел Дацук Владимира Воробьева Из ничего Тут практически Мог возникнуть Момент Чупин Из-за ворот Так коварно Подправлял шайбу Она чуть было Не срикошетила От голкипера Армейца В ворота Вот посмотрите Ну казалось бы Уже нет опасной ситуации Да? Да могла Могла срикошетить Если бы Мечок действовал Чуть-чуть По невнимателю Я хочу отметить Что сегодня С концентрацией По-моему Все в порядке У Всех хоккеистов Да И у вратарей Тем более Буцаев Оставил шайбу Уперу Держит Дмитрий Шайбу Но тяжело Тяжело И расставание Было Довольно-таки Быстрым Динамовцы Там хорошо Мирнов Действовал Наместников На Буцаева Будет проброс Артем Чубаров И Алексей Кудашов На точке Кудашов Вышел победителем Из этого Противостояния Вот он С шайбой Оставляет ее Фролову Нет Это был Жердев Прошу прощения Баландин Против Чубарова Любаш Бартечко Передача На Афиногенова Афиногенов Пытался Обыграть Кудашова Очень коварно Там действовал Артем Чубаров На пятачке Массивный Такой Здоровый Парень Его Так просто Не сдвинешь И клюшку Успел Подставить Но там Отскок Уже был В ногу Армейского Защитника Жердев Штробак Возвращает Шайбу Поближе К воротам Вновь Жердев Остается Армеец С шайбой В зоне В зоне ворот Оказались Сейчас Щедилов И Кудашов И Вбрасывание Будет В средней Зоне Извено Никитенко У ЦСКА Романов Рвется К шайбе Да Еще одного Динамовца Я вам не назвал Это Евсеев Который Сейчас Подставлял Клюшку Сороковой Номер Опасно Подставлял Очень здорово Очень Никулин Евсеев Был не очень Заметен В первом Периоде А вот во втором Это звено Намного Более Активно Заиграло Ребята Молодые Хотят себя Показать Проявить В такой Игре Игра На самом деле Напряженная Полторы минуты Между тем Остается До конца Второго Периода Одну Единственную Шайбу Мы с вами Увидели За эти 18 минут 31 секунду Вот Александр Овечкин На трибунах Видите У него На перевязи Рука Не знаю Кто эти девушки Но вот то что рука У Александра На перевязи Это конечно Неприятно Опасный Бросал Воробьев Хейда Принял Эту шайбу Не дал Шайбе Дойти До Голкипера Сопрыкин Вне доход Давал Сейчас Шайбу Андрею Николишину Последняя Минута Второго Периода Сейчас Пойдет Трощинский Спешит К шайбе Капитан Динамовцев Хороший момент Сейчас был У Николишина Он оказался На пятачке Вы знаете Несмотря на то Что Динамовцы Вышли вперед В этой Двадцати минутке Я бы все-таки Не рискнул Виталий Не знаю Как вы Но я бы не рискнул Сказать что Второй период Прошел С каким-то Преимуществом Динамовцев Нет Нет На самом деле Игра была равная Игра была равная Вот Динамовцы Вспомним Динамовцы вроде Забросили шайбу Когда А нет В пятером играли В пятером В пятером Дацук Дацук Вот такая была Контратака Атака Игра равная Да и у армейцев Были очень хорошие Возможности Вспомним последние Два выхода Два в один Когда Буцаев Фактически оставался Один на один С вратарем Ну и у Фролова Был прекрасный момент В общем Сегодня наверное Будет решаться Все при помощи Ее величества Госпожи Удачи Или тот Кто в третьем Периоде Сделает больше Ошибок Еременко Эту ошибку Не делает На последних Секундах Второго Периода Буцаев Разворачивается Вячеслав Ну что Запихать хотят Армейцы Шайбу Последние Активные действия Армейцев Да Закончился Огромные Бронин Бронин Олег Сопрыкин Олег Сопрыкин Распользовался ошибкой Сопрыкин Передача Передача Маркова Была не точна Закончился Бдительность Бдительность Еременко Вот эта Атака Могла Получиться У динамовцев Побыстрее Но не совсем Они Скажем так Включили Реактивные Скорости В момент Перехода От обороны К атаке А так В общем-то Ошибка Армейцев На рубеже Синей линии В передаче Могла Привести К тому Что Динамовцы Имели Хороший Простор Нарушение Правил Яков Рылов Сейчас Отправится Отдыхать За Неверную Атаку Сергея Мазякина Закончился Матч Нефтехимик Лада 0-5 То есть Там После Нашего Последнего Сообщения Ничего Не произошло И Так же Ничего Не произошло В матче Северсталь Авангард 1-3 Этот результат Мы вам Уже Называли А мячи Набрали Очень важные Три очка Которые Позволяют Им Удерживаться В заветной Восьмерке Жердев С шайбой ЦСКА Пытается Разыграть Лишнего Игрока Фролов Жердев Баландин Не совсем Получился У него Бросок А точнее Совсем Не получился Бортечка С неудобной Руки Бросает На месте Фомичев Жердев Сам будет Входить В зону На Кудашова Надо Остановить Шайбу Не удается Это Баландину Ерофеев Правильную Правильную позицию Правильную позицию Мазякин Упер Наместников Мазякин Хамитский Подключается Его не видят Довольно Баландин Видимости, вот то, что клюшки стали такими комбинированными И приводит к частым поломкам Не знаю, наверное, для производителей это удобно А между тем Динамовцы уже в полном составе И вновь бросок с острого угла Сопрыкина Нет, выведут Динамовцы шайбу из зоны Так оно и произошло Особого труда Владимиру Воробьеву это не составило Денис Куляш Играет со своим нападающим Сопрыкиным Невыразительный отрезок в середине поля провели команды И армейцы сейчас пытаются начать новую атаку Первым Никулин будет у шайбы А там никто его на пятачке из партнеров не поддержал Евсеев Никитенко оставляет шайбу Мазякину Евсеев перехватывает ее По борту прорывается И передача в центр очень опасная Рылов Вновь Евсеев Романов Мартин Штрбак там остановил проход Константина Романова Евсеев Романов Очень активные эти молодые хоккеисты Мы отмечали их в втором периоде активно играть Да, и в третьем периоде Никулин Опытный бульин Остановил его попытку прорыва к воротам Не помню два игрока сейчас Передача посредством игроков Вбрасывание в зоне Александра Фомичева А вообще обратили внимание, Виталий, очень мало пробросов Вот о чем это должно свидетельствовать? Наверное, о точных передачах защитника И своевременное отрывание нападающих Да, качественный хоккей мы видим Действительно Это вот еще одно подтверждение того, что мы видим Качественный хоккей Мало безадресных передач таких Вот так вот вспомнить-то за прошедшие два периода И пять минут три секунды третьего Ну, наверное, четвертый или пятый проброс от силы Может быть, я ошибаюсь? Может быть, это убедить? Да Щедевав На бортечка делает передачу А в результате шайба оказывается у армейцев Фролов Ай, не получилось передача на Жердева Еще бы шаг бы сделал вправо Фролов Мог освободиться от защитника Защитник чувствовал, садился уже, что будет передача Ошиблись сейчас Ореховский и Щедилов Не разобрались тут Кудашов Кудашову-то входить в зону было тяжело Он стоял Развернутый лицом К синей линии Именно стоял В абсолютно статическом положении Все, шайба Вроде бы была передача, потом исправление Вот так вот могла бы закатиться в ворота Смена составов Упер, Буцаев, Продин Появляется у ЦСКА Шахрайчук Мирнов, Харитонов Ореховский, Вышиткевич Защитники Московского Динамо И армейские защитники Наместников И Хамитский Что удаление В составе армейцев Вадим Хамитский Отправляется За подножку Вот этот момент Да, Харитонова зацепил Вадим Хамитский Номер 38 Гармана за ВСК Вышиткевич Хороший бросок Помечев отводит угрозу от ворот Хейда Еще такой момент Мы сегодня часто видим О Григории Очень много бросают защитники На мой взгляд, это правильно Особенно при игре в большинстве Сколько раз я его упоминал Потому что Все исходит Все опасные моменты Когда начинают защитники бросать Тогда есть реальная возможность Или исправить Или подправить Или добить Но Намного опаснее Чем Разыгрывать ее Абсолютно с вами согласен Потому что Сегодня мы видим Очень Высокий процент Точности При бросках по воротам Тех же защитников Это не просто так Броски в сторону ворот А именно нацеленные туда Кущу событий Вот шайба Олега Сопрыкина И стала результатом Как раз Вот такого броска Удаление За неправильную атаку Динамовцы Открыта скамейка Динамовская Кто? Алексей Трощинский? Нет Чупин Чупин Да Посмотрим Вот момент Вот сыграл Упер Как бы грубо Да И вот тут же Чупин Как бы в отмеску Применил силовой прием И вроде бы все было бы ничего Если бы Алексей просто клюшку не держал Высоко в этот момент Черенок клюшки Был на уровне что называется плеч 4 на 4 Будут играть полторы минуты Команды Марков Оставил шайбу Дацуку Дацук, Воробьев, Трощинский Обороняются у динамовцев И Сопрыкин, Николишин, Куляш и Хейда у армейцев Вышли динамовцы из зоны Дацук Вот как он здорово действует Клюшкой, конечно Ногой пытался навестникам Купсука ударить Сумбурный такой немножечко Хоккей сейчас идет Сопрыкин Ваша Еще раз И еще одна клюшка полетела Пополам разлетелась А свистка-то нет Поехал Кваша Контратака Но Мазякин не точно сделал передачу Выбросили динамовцы Шайбу через все зоны Но проброса нет Они в меньшинстве Штурбак Ерофеев Кудашов Фролов Вошел в зону Активно так Бульин атакует Фролова Ну еще бы Бульин Атаковал неактивно Вот уж Кому не откажешь Наверное В желании Любыми средствами Отобрать шайбу У соперника Так это Владиславу Бульину Иногда эти средства Правда выходят За рамки правил Но что делать Защитник Комнатуре есть защитник Да Это шайба Кудашов Оставлял шайбу Баландину под бросок Но не совсем точно Это делал Фролов Не соглашусь сейчас С Макаровым С Павлом Макаровым С Лайнсменом Мне показалось Что Все временно Мы с вами смотрим Другой момент Вот сейчас Если нам до конца Его покажут Наместников Я же такой Вот смотрите Это сам Датсук Датсук Долго-долго Да его Ронял Наместникова Но опасная Могла возникнуть Ситуация Пол бы сам получить Проброс И шайба Будет вводиться В игру В зоне Александра Еременко Десятая минута Идет у нас 9.39 На табло Десятая минута Третьего периода Дмитрий Упер На точке вбрасывания И Вадим Шахрайчук Пронин Пронина там Атакует Очень активно Вышиткевич За воротами Рядом Находится Карабанов Пронин Остался С шайбой Не вовремя Упал Вячеслав Буцаев Упер Включился В борьбу Вышиткевич Такой Острейший Выпад С добиванием Александра Харитонова Но Александр Харитонов И в прошлом матче Отличился В матче против Молота Прикамье Трощинский Доцук Воробьев И за ворот Опасный Перевод шайбы В центральную зону Но там ни Марков Ни Трощинский Не пошли На эту передачу Куляш На ход Запрыкину Романов И Куляш Ведут борьбу За шайбу Жердев Подъехал И помог Своему защитнику Начать эту атаку Фролов Скопинцев Против него Хорошо Хорошо действовал Фролов Передача была Хорошая На Жердева Единственное Что меня в этой ситуации Смущает Насколько прав Был Скопинцев Висевший На Александре Фролове В этой ситуации Харбитр Харбитр должен был Смотреть Ну хорошо Выезжал Прям на ворот И перебежал Что отдавал Грамотно Чубара Мягкий Прочувствовал Рассказывал Мы говорит Друг друга Узнавали По обмотке Клюшки И по скрипу Коньков Штар Клюшки Хорошо 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 Сыграл В этой ситуации Афиногена Излишняя скорость На ворота На ворота Лезть Нападающему А не уходить За ворота Уж слишком Высока была Скорость Выхода Из виража У Максима Афиногенова Не совладал Это как горнолыжники С лалами Куляш налево Мазякин Оставил шайбу Своему защитнику Куляш Вошел в зону Мазякин Буцаев Здорово Клюшкой действует Еременко Мирнов Направо Бросок Выше ворот Скопинцева Это Вышиткевич был Прошу прощения Команда уже без пауз Играет Наверное Минуты 3 Да Темп Который задан Буквально С первых минут Матча Команды выдерживают Помечок На месте Сейчас Сидия говорит Что я Подумал Что шайба Будет прижата И свистнул Ну что ж Большая пауза Такой вот Агрессивности Армейцам Вот надо Вот как был До этого отрезок Когда Фролов Имел опасную возможность Да вот еще раз Вот мы видим Вот этот отрезок И вот выезжает Да Вот здесь Уже положил щиток На лёг Александр Ерёменко Словно Чувствовал Что бросок Будет низом Судьба 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 Что называется Она помогает В таких ситуациях Что ж Армейцы Сейчас пытаются Пытаются Всё-таки Что-то изменить Больше Проводят время В зоне Динамовцев Ну а Динамовцы Хорошо я скажу Контратакуют Не знаю Как завершится Сегодняшний матч Выиграет ли Динамо Удастся ли Армейцам Зацепиться За Ничейный результат Или армейцы Выиграют Трудно сказать Но Хотелось бы Накал Накал С полной С полной уверенностью За свои слова Утверждать Что ни те Ни другие Сегодня поражения Недостойные Прекрасный хоккей Мы с вами видим И действительно Очень высокий накал Вы абсолютно правы Виталий Ну что Сколько клюшек Сломалось Хороший костер Можно было бы сложить Плачут Плачут Администраторы команд Жердев с шайбой Хамитский Жердев Набрасывал шайбу Туда на пятачок Против Кудашова Силовой прием Был применен Все по правилам Хамитский Пролов Вошел в зону Держит Держит Ну что Уже здесь не было Не будет давать Мне кажется Да Последние минуты Не будет Удаления уже больше Удаление было Стопроцентным На мой взгляд Да Да Простят Сейчас Самое главное Чтобы Пролов Удалился Не прав Сейчас Сергей Карабанов Даже видим Развернул Пуль Пролова Осталось 4 минуты 30 секунд Но это не овертайм Виталий Согласитесь В овертайме Обычно Знаете С пониманием Относимся И то не всегда Когда Подобного рода Удаление Нарушение Правил Есть Мазякин Упер Не стал Отдавать Кулешу Подбросок Не стал Отдавать Никитенко Подбросок Не поймал Шайбу Мазякин Но он Остается С шайбой Вздох Разочарование Проносится По трибунам Ерофеев Осталась Шайба В зоне И вот Динамовцы Выходят Из зоны Александр Харитонов Один на троих Армейцев Пошел Тяжело Конечно Один против Троих Зато Чупин Перехватил Шайбу Николишина Штрабак Не увидел Сейчас Олег Хваша Где же Шайба Дацук Хорошая Опасная Такая Диагональная Была Прострельная Передача Хваша Носопрыкина Штрабак Нет Здесь Опытный Трощинский Павел Дацук С шайбой Чупин Рядом С ним А он Делает Передачу На Воробьева Марков Гор Алексей Чупин Забрасывает Четвертую Шайбу Но до этого Посмотрите Как сыграл Дацук Каким-то Невидимым Движением Опять Раскидал Отдал Великолепную Передачу Воробьеву Атака Дальше Продолжалась И уже Конечно Марков Подобрал Шайбу И увидел Что Чупин Совершенно Один Передача И 4-2 Да Чупин Дважды Ассистировал Один Гол Забил Еще плюс ко всему Отличился в матче С Молотом При Камье Так что Тоже Очень хорошую Результативность Действует Чупа Демонстрирует Чупа Да Чупа Его называли В Казани Да и Динамовские Болельщики По-моему Также его Кличут Ласково И с любовью Чубаров Жердев Армейцы В зоне Кудашов Вновь Жердев Хамитский Вы посмотрите Но не идет Шайба в ворота Ереженко Кудашов Вошел в зону Алексей Кудашов Наместников Впереди всех Оказался Защитник Остановил Евгений Шайбу И вновь Он с ней Передача Но кто-то Должен Добивать Нет Не удается Это сделать Алексею Кудашову И Фомичев Минута 15 Остается До конца Третьего Периода Ну Скорее всего Наверное Уже до конца Матча Марков Вывел Шайбу В среднюю зону Вбросил ее В зону Армейцев Молодцы Молодцы Несется с трибуна Вы знаете Несмотря на то Что Динамовцы Имеют преимущество В две шайбы Я думаю Что слово Молодцы Сегодня можно адресовать С полной ответственностью И в адрес Московских армейцев Красивый хоккей Они продемонстрировали Немножечко Не хватало Точности При завершающей Стадии Атаки Но мне кажется Что сегодня Упрекнуть армейцев В нежелании Вести борьбу Язык не повернется Ни у кого Из самых строгих Почитателей Этой команды Чупин На Дацука Делает передачу Все правильно Делал Дацук Сделал передачу На Чупина Ну что ж 7 секунд Все Закончилась игра Динамовцы Одержали победу Со счетом 4-2